Вот вы говорите, царь, царь, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю, мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нервированный. Ну, закусывайте, Марья Васильевна, закусывайте. Всё, плачу. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Давно ли, недавно ли, там ли, сям ли, правил в одной стране, ни царь, ни государь, звали просто Николаевич. Бил по-страшному в той стране народ. Проще сказать, пил каждый третий, с каждым вторым. Каждый день. От этого по утрам случался в стране великий озноб. Никто не мог попасть рукой в рукав, ногой в штанину, головой в кастрюлю. И вот один колдун решил победить озноб, такую мазь вывести, что хоть три дня пей, хоть на тебя все мухи слетятся. А только утром мазью смазался, ни дрожи в руке, ни мути в глазу, и хоть кто нюхает, пахнет розой. Ни царь, ни государь в это время в Барвихе жил. Думал, как ему чиновников одолеть. Сильные ему чиновники мешали. Только он отвернется печать поставить или закусить. А не давай скорее взятки брать или гонорары получать. Редкая птица мимо их могла пролететь без взятки. И как хитро все делали, комар носа не подточит. Замков, дворцов понастроили себе вокруг столицы. И с такого материала, не скажу тебе название, а только простые люди видят его, а комиссии сколько не слали, смотрят. Нет ничего. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но вот, наконец, вывел колдун мазь и поехал в столицу. Уж как исхитрился, а только входит в кабинет, где ни царь, ни государь в теннис играл. Падает на колени и говорит, не вели казнить, вели слово молвить. Победил я, Зноб. А еще заодно много всяких средств придумал от наших бед. В этой банке мазь от проституции. Смазал девкам где следует. Они тут же бегут устроиться на работу рельсоукладчицами. Это вот чайзаварка от взяточничества. Кто до чужих денег дотронется, у того из ушей пар идет со свистом. Это вот гормональные средства против сращивания власти с мафией. Кто захочет срастись, у того на лбу волосы вырастают. Но не сплошь, а надписью «Сутин ты сын». Тут, батюшка, все есть, даже против погоды и плохих дорог. Прими с поклоном. Ни царь, ни государь поднял мужика и поцеловал в губы. И все ликовать стали, что покончено с пьянством и лихаимством, Что с завтрашнего дня жить они начнут припеваючи «Щи с пряниками есть». Ни царь, ни государь рецепты спрятал в главный пинжак. И тут сам с собой пир учинился, да такой, Что утром не то, что в штанину. В Кремль никто не мог попасть. А когда попали, смотрят, пинжаката главного нет. Впер кто там. А вывезти средства, чтобы наверху не воровали, Не хватало внизу лесеней.